Доброе утро, друзья! Доброе утро, друзья! Доброе утро, друзья! Доброе утро, друзья! На одном двигателе он долетел почти до Ленинграда и сумел в ночи приземлить самолет прямо на лес. От сильного удара летчик потерял сознание. Очнувшись, понял, что приземлился на оккупированной территории. А тут уже нас обнаружили. Рус, Иван, сдавайте. А мы увидели, у меня ТТ, у него наган, лично ружье. А в них автоматы, гранаты. Ну, конечно. А начали перестрелку, начали забраться гранатой. И результаты мы обезоружены. Будучи без оружия, Кабаков с товарищем пытался скрыться от врага, но немцы открыли огонь по ногам. Так русский солдат попал в плен, где оставался до конца войны. Из-за полученных ранений он не мог ходить. Все два года его перемещали на носилках. Однако вера в победу не покидала молодого Ивана, как и в то, что он снова сможет летать. Что такое война? Что такое война? Только пара. Вот вдумайтесь. Эту фразу – война. И что это значит? Это война народа. Когда делили, народ забыл слово омерзительное. После окончания войны Иван Иванович был освобожден из плена. Он восстановил звание, здоровье, вернулся на службу, заштурвал самолета. После демобилизации Кабаков ушел в гражданскую авиацию, работал командиром воздушного судна. До 65 лет он дарил людям радость полета. Да и сейчас до сих пор летает. В мечтах, воспоминаниях, во сне. На долю этого человека выпало немало тяжелых испытаний, но он рассказывает о них легко, как само собой разумеющийся. И с высоты своей почти вековой жизни говорит, что другой судьбы для себя не желает. Таков его долг, как мужчины – быть защитником своего Отечества. Мужчина должен быть мужчина, а не баба. В предстоящий праздник, День защитника Отечества, хочется поздравить вас, пожелать вам крепкого, здорового. И такой же энергии, такого же боевого духа еще много-много-много лет. И наших зрителей тоже хочется поздравить с праздником настоящих, будущих и потенциальных защитников Отечества. Не забывайте свою историю, благодаря которой мы все сейчас живем. И равняйтесь на самых достойных. Достойных. Спасибо. Спасибо вам большое. Иван Иванович, спасибо вам большое за ваш подвиг. Мы никогда его не забудем. И спасибо вам за то, что мы не знаем, что такое война. Дорогие наши ветераны, вы самые настоящие герои. Дай вам Бог здоровья. И вы знаете, радостно, что у вас есть очень достойное будущее. Совсем скоро в нашей студии появятся ребята, которых, по идее, сегодня нужно поздравлять. Но на самом деле они будут дарить радость и нашим телезрителям. И нам, гости музыкальные в студии «Хорошего утра», совсем скоро, через несколько секунд. Мирное небо над крепостью Бреста, в тесной квартире счастливые лица. Вальс, политрук приглашает невесту, новенький кубик блестит на петлице. А за окном, за окном красота новолуя, шепчутся с Богом плакучие ивы. Год 41-й, начало июня, все еще живы, все еще живы, все еще живы, все, все, все. Смотрит на Невском Софише утеса. И на театрах идет Волга-Волга. Снова Кронштадт провожает матросов. Будет учебным поход их недолго. А за кормой, за кормой белой ночи раздумье, Кружатся чайки над Финским заливом. Год 41-й, начало июня, все еще живы, все еще живы, все еще живы, все, все. Мимо фасадов Большого театра, Пучатся на отдых трезвонят трамваи, В классах десятых экзамены завтра, Вечный огонь у Кремля не пылает. Все впереди, все пока, все пока накануне, Двадцать рассветов осталось счастливы, Год 41-й, начало июня, Все еще живы, все еще живы, все еще живы, все, все, все. Вальс Воскресил дорогие нам лица. С кем нас свела фронтовая дорога? Навсегда нам пришлось разлучиться. Годы прошли, и опять за окном тихий вечер, Смотрят с портретом друзья молчаливо. В памяти нашей сегодня и вечно, Все они живы, все, они живы, все, они живы, все, все. В памяти нашей сегодня и вечно, Все они живы, все, они живы, все, они живы, все, 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 все. Браво! Вокальный ансамбль «Камертон» в студии. Хорошего утра, ребята, с праздником. Проходите скорее к нам. Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии Штеменко. Доброе утро! Спасибо, что вы к нам пришли в такой замечательный праздник. Ребята, первый вопрос. У вас учатся и девушки, и мужчины. Вот сегодня девчонок тоже поздравляют? Нет, в нашем училище учатся исключительно мужчины. Откуда же Анастасия? Настя. Анастасия? Да. Я работаю сотрудником клуба при училище и являюсь выпускницей консерватории Краснодарского государственного института культуры. То есть вы руководитель ансамбля, все правильно? Да. А, ясно. То есть, девчонки, мы думали, что вы и девочек поздравляете, а потом еще 8 марта, и вы тоже девочек поздравляете. В общем, у вас все по-честному. Скажите, исполняйте. Я хочу спросить. Знаете, что вы же совсем недавно образовались, в 2017 году, правильно? Вот совсем немножко времени прошло. Как вы так спелись? Я сидела и держалась я в руках, чтобы просто не разрыдаться. И уже когда выступали в Москве, правильно? Да, правильно. Сердце чуть не разорвалось, правда. Это очень здорово. Безусловно, это очень большой труд. Мы репетировали очень большое количество времени, прежде чем поехать на фестиваль «Катюша» в Москву. Чтобы достойно там выступить, мы приложили достаточное количество усилий. Вот. И ребята молодцы, тоже хорошо постарались. А поете только военные песни? Или современные тоже входят в ваш репертуар? В основном это песни военных и послевоенных лет, все-таки на военную тематику. Выступали сначала у себя в клубе, пели для руководства, курсантов и преподавательского состава. У вас уже сегодня состоится концерт, правильно? В училище, насколько мы знаем. Да, конечно. Вы успеете подготовиться? Или все готово? Все готово. Да, мы заранее готовились, старались. Будем удивлять. Что будете петь? Конечно же, довоенный вальс в первую очередь. Потому что эта песня практически наш талисман. С нее все началось. И я думаю, что нашим сотрудникам и курсантам будет очень интересно тоже посмотреть этот номер. А есть какая-то еще прекрасная песня, которую вы могли бы нам сегодня исполнить? Конечно. Мы готовы и ждем вас на нашей сцене. Друзья, вокальный ансамбль «Камертон» 23 февраля в студии. Хорошего утра! Всех мужчин, всех защитников отечественных, с праздником! Слушаем! ПЕСНЯ 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 На сердечную встречу! Парни, парни, это в наших силах Землю от пожара уберечь! Мы за мир, за дружбу, за улыбки милых За сердечную встречу! Мы за мир, за дружбу, за улыбки милых За сердечную встречу! Браво! Друзья, если и другие замечательные интервью вы можете посмотреть на нашем сайте www.kubany24.tv Никуда не уходите, сейчас факты, факты спортивные прогноз погоды, а потом вернемся в студию, узнаем Узнаем, как получить бесплатно два билета в кино и что мужчины хотят получить на 23 февраля Субтитры подогнал «Симон» Хорошее утро! Хорошее утро! Хорошее утро! Хорошее! Хорошее утро! Говорят, как утро встретишь, так его и проведешь. Ну, во-первых, вы встречаете его на Кубань-24, с Ниной Манчинской и Машей Грай. А во-вторых, ну, нужно посмотреть, какой будильник у нас будет. Вот какой сейчас будет будильничек, таким и будет весь следующий денек. Давайте посмотрим. Дорогая Кубань, дорогое хорошее утро! Надо начинать утро с посещения Новороссийска. Малая земля, шикарное небо, шикарные горы. День прекрасен! Просыпайся, Краснодарский край! Ой, золотой! День прекрасный, ветреный, солнечный и вообще чудесный. Вот такой вот нас ждет. Друзья, вы тоже не стесняйтесь, снимайте свои будильники. Присылайте к нам в группу «Хорошее утро» ВКонтакте или на номер телефона 8-988-312-15-15 или на наш электронный адрес, который вы все выучили наизусть. А я прямо сейчас забыла почему-то. А вообще, мы в «Хорошем утре» считаем, что день должен начинаться не только с хорошего настроения, но и с каких-нибудь таких материальных сюрпризов, подарочков. Господи, я думаю, деньги у тебя там просто нет, не деньги, но почти. Мы разыгрываем, вернее, как разыгрываем, подарим первому, кто отправит на номер 8-988-312-15-15 фразу «Хочу в кино». Нет, не первому, давай четвертому. Четвертому человеку два пригласительных на специальный показ документального фильма о бейсджампинге российского. Называется он «Выход». Состоится показ 2 марта в мониторе на Красной площади. 16 плюс категория фильма, и увидите вы его раньше всех. Вот так вот, предпремьерный показ, потому что, друзья, а у нас есть человек, которому абсолютно все равно. Каким вы отправите свое письмо? Четвертым, 28-м или 333-м? Светлана Владимировна. Доброе утро, мои дорогие, любимые, самые-пресамые красивые зрители. Хорошего утра. Сегодня прекрасный день, потому что количество именинников превышает допустимую норму. Поехали. Начнем с поздравления, которое пришло от председателя правкома студентов Краснодарского института культуры Касима Мухтарова. 22 февраля исполняется 5 лет со дня назначения ректором Краснодарского института культуры Зенгина Сергея Семеновича. В самые непростые времена для вуза он возглавил это учебное заведение. Своим неравнодушным отношением к студентам и педагогам, беззаветно преданный к миссии института, к идее развития художественного образования как части культурного наследия нашей страны, Сергей Семенович за эти 5 лет из вуза, признанного неэффективным, создал современно развивающееся, перспективное учебное заведение. Желаем Сергею Семеновичу дальнейших успехов в развитии нашего любимого института культуры, устремленного в будущее. Вот, ребята, вот это поздравление. Но это еще не все, потому что есть еще видео поздравления от студентов. Уважаемый Сергей Семенович, от лица всех студентов нашего вуза мы хотим поздравить вас с пятилетием, со дня вступления вас в должность директора Краснодарского государственного института культуры. Желаем вам оставаться таким же успешным и харизматичным. Хотим сказать вам спасибо за ваше неравнодушное отношение к нам, студентам, и обещаем вас никогда не подводить. Спасибо вам за то, что мы учимся в самом красивом институте Кубани. Сергей Семенович, вместе с вами мы хотим быть устремленными в будущее. Мы вас любим! Сергей Семенович, всего вам самого хорошего. Вы молодец, смотрите, вас любят и преподаватели, и студенты, и я. Так, далее. Сегодня празднует день рождения. Еще дедушка Саша из станицы Петровской поздравляет свою внучку Кариночку из Новороссийска. Давайте послушаем. Ликина Карина Сергеевна, 10 лет, значит, и живет она в Новороссийске. Хочу поздравить ее, значит, с днем рождения. Ну, желаю ей, значит, здоровья и ловкую собу ей. Ну, и всего самого хорошего. Отлично, Кариночка, пусть у тебя все получится, и самое главное, будь здорова и ты, и все твои близкие. Далее. Сегодня празднует день рождения прекрасной девушки, умницы, красавицы. Сестры Натали и Юлиана Медведева. Девочки снимают кино, снимаются в кино и делают все, чтобы нам было интересно смотреть на это кино. И для них пришло видео поздравление от Юлечки Алешины. Давайте смотреть. Эй, мои любимки киношницы, наступил ваш день. С днем рождения, Юлиана, Натали. Полный вперед. Помните, вы мотивируете многих. Я люблю вас, девчонки. Будьте счастливы. Большого женского счастья и любви. Натали, Юлиана, вы суперски, обнимаю вас. Пусть у вас все будет хорошо. Далее. 33 года сегодня исполняется одному замечательному мужчине. Рикутин Артемий стал взрослее и умнее на целый год. И для него есть видео поздравление. Привет, Светлана Владимировна. Мы с Михой хотим поздравить нашего общего друга, кента, Темыча Макаронину. Темыч, не хворай и будь счастлив. Йоу. Йоу. Прекрасное поздравление. Как же вам повезло с другом Артемий. Мы всем хорошим утром вас поздравляем и желаем здоровья, счастья, хорошего и уютного дома, интересной работы, много-много денег и крутой жизни. Далее. Шульженко Валентинов поздравляет сына Александра, любимого мужа Алексея и племянника Александра с 23 февраля. И желает им счастья, здоровья. Да, дорогие наши защитники Отечества, всех вообще поздравляю вас с праздником. Мы вас все очень любим. Еще, еще одно поздравление. Дорогого папочку хотят поздравить доченьки Снежана и Настюша из станицы Павловской. Папочка, папуля, самый мой родной, тебя очень ценю я и горжусь тобой. Дарю тебе сегодня красивые слова. В день праздника мужского все только для тебя. Мы тебя очень любим, ты самый родной и любимый. А еще мы хотели бы поздравить с праздником 23 февраля из Краснодара семью Копривых, Ждановых и Еремеевых. С праздником наши родные. Так, все, всех поздравила. Кстати, я вам желаю, знаете что, в подарок получить сегодня не только носки и бритвы, а что-нибудь оригинальное. А поможет нам с оригинальным подарком наш дорогой и мужественный Вань Калаша, наш постоянный телезритель из хутора Красной Горы. Здравствуйте, Светлана Владимировна, девушки с румяными щечками, ну и казаки. Какой милый. Ну и, конечно же, стихотворение, посвященное 23 февраля. С 23 февраля поздравляю прямо из хутора, ребята, с утра и желаю всем здоровья и счастья, всем любви вам от сердца, добра, всем солдатам страны и офицерам, генералам России привет. Пусть вас всех зацелуют девчата и устроят душевный концерт. Всем защитникам нашей России шлю души свой горячий привет. Пусть всегда будет жизнь вся красивой и с любимой, ребята, обед. В общем, с праздником всех, дорогие. В этот день прочь, ребята, тоску. Отдыхайте сегодня как надо. Ну и пойте с друзьями вовсю. Друзья, всех вас поздравляю. Не останавливайтесь. Продолжайте поздравить своих родных и близких. Передайте приветы, присылайте видео, аудио, поздравления. Все покажем. Всех поздравим, всем хорошего дня. Всех с наступающих. Люблю вас очень-очень. Обнимаю крепко-крепко. Светлана Владимировна, миленько, вот это большое сердце огромное, отправляется прямо к вам. Друзья, а вы отправляйтесь поближе к нам сюда. У нас тут еще много всего интересного. Вообще сегодня 22 февраля. И вот мы, девушки, хорошего утра, не купили до сих пор подарки нашим мужчинам, потому что просто не знаем, что им подарить. Вот отправили такого засланного казачка Пашу Моисеенко, чтобы он узнал, что же хотят наши парни получить на этот праздник. И, кстати, можно будет из этого всего сделать вывод, что вообще мужчины мечтают получить на День защитника Отечества. Давайте скорее смотреть. Друзья, приближающийся праздник 23 февраля уже давно отмечается не только защитниками Отечества. В этот день принимают поздравления все представители мужского пола от мала до велика. И женщины ломают голову в преддверии 23 февраля. Что же подарить своим мужчинам, мужьям, отцам, сыновьям, коллегам по работе? Я прошерстил все женские формы. Поверьте, ломают действительно голову. И мы решили женщинам упростить задачу и спросить у мужчин, которые работают на телеканале Кубань-24, что бы они хотели получить в качестве подарка на 23 февраля, а что ни в коем случае нет. Вот, собственно, яркие представители мужчин, работающих на телеканале за моей спиной. И, кстати, скорее всего, часто будут упоминаться носки. Давайте даже считать, сколько раз это слово произнесут мужчины. На 23 февраля я бы хотел получить лыжи, но получу точилку. Я предвкушаю, что будут носки, ну, как обычно, стандартный набор, да. Мыло, гели, больше ничего мне не подарят, потому что я ничего не заслуживаю, наверное. Я надеюсь, что в этом году мне подарят сборную модельку с около тысячелетия. Это будет самый лучший подарок. Котят, яблоки свежие, можно цветы подарить. Что-то можно, опять же, съестное. Вот есть, допустим, букеты из колбасы, из рыбы, из фруктов, овощей. Лучше чего-нибудь съестное, честно скажу, да. Многих девушек на компании, которые хвастаются, что они вкусно варят борщ, я прошу, так принесите попробовать вашего борща. Конечно же, новые носки. Изнашиваются быстро? Безумно, особенно за год. Просто вот, даже изнашиваются вот от Нового года до 23 февраля. И вот... Так надо же обувь носить, тогда будет меньше изнашиваться. Вот, тогда обувь. Мне хочется носков. Хочется... Если носки, то крутые какие-то. Очень дорогие носки хочу. Ну, разных цветов, вот этого цвета. Или вот этого цвета. Я не знаю, Павел, что говорили предыдущие ребята, но я уверен в том, что они говорили, что носки – это очень плохой подарок. Я вас уверяю, носки – это очень хороший подарок, потому что очень часто такое бывает, что их нет. Есть две категории мужчин, такие как вы, Павел, и такие как я. Мужчинам, у которых растет борода, вот я бы подарил не средства для ухода, а вы знаете, есть такие бритвы, чтобы там ровнять, красивенько, ажурненько, ровненько. Мужчинам, у которых не растет борода, я бы подарил средства для того, чтобы росла борода, потому что мужик должен быть какой, Павел? Бородатый Что ни в коем случае не хочется получить В моем личном топе самых пошлых подарков Это, конечно же, дезодорант Гель для душа и носки Просто смотрится как намек Даришь дезодорант, когда мужчине кажется Мужчине, что что-то у него не так Самое банальное, что будет, это подарить деньги Понимаете? Ну не хотелось бы получить денег, потому что В принципе, я обеспеченный человек Ну это видно, без носков Это неправда, я не очень обеспеченный Вот, не хотелось бы получить Ну денег не хотелось бы получить Потому что, ну там обычно так бывает На денег, купи что хочешь, но это, наверное, неправильно Вот эти сертификаты, я их очень не люблю Магазинные сертификаты, вот эта эра капиталистическая В которой мы живем, все приноровились И придумывают эти сертификаты на 3000 рублей Вот это даже хуже денег, наверное Вы запомнили, да, 3000 рублей? Нет, а если на 4? 4,5 можно разговаривать Наверное, латексный костюм А то сколько можно? Уже полный шкаф Этих латексных костюмов Бесполезная вещь просто То есть, как бы, вроде как вторая кожа, но Деньги, это не очень интересно Это забудется Самое главное, чтобы подарок Чтобы это было что-то материальное И чтобы это удивило Чтобы ты потом мог вспомнить об этом И, в общем, чтобы это оставило впечатление Мне кажется, это самое главное Все, что загадал, все получается У нас так на Кубани Тогда машину Ну что ж, друзья, как я и предполагал Слово «носки» прозвучало очень много раз Положительные моменты Мы узнали, чего хотят мужчины Ответ на этот очень сложный вопрос для женщин Отрицательные моменты Их нет Что бы я хотел получить на 23 февраля? Такой, знаете, раскладной нож Вилка, ложка, чтобы было И штопор обязательно Футбольный мяч и кружка с логотипом Кубань-24 Но лучше носки Я, если честно, ничего другого не планировала Дарить носки Это универсальный подарок всем И женщинам, и... О, Господи, нет, только не женщинам Мужчинам Друзья, в общем, дарите своим любимым мужчинам Только хорошие подарки Качественные носки Качественные, да, очень качественные носки И ни в коем случае не переключайтесь Далее у нас факты спорт Факты погоды Просто факты Потом возвращаемся в нашу утреннюю студию И узнаем, как лошадь в ванной Может помочь стать олимпийцем Хорошее утро Хорошее утро Хорошее утро Хорошее утро Хорошее утро Хорошее Хорошее Утро Доброе утро, дорогие друзья Что ж вы не прыгаете до сих пор до потолка Хотя о чем-то я, Господи Конечно, вы прыгаете Вот Нина уже прыгает А все почему? Потому что последний рабочий день Потом праздник А потом выходные В общем, красота А последний рабочий день Такой вот замечательный Нужно встречать в хорошей компании Потому что наверняка у вас полно дел Кстати, хорошее утро на телеканале Кубань24 Это отличный выбор Потому что здесь Маша Грай, Нина Манчинская Самая скромная в мире ведущая Друзья Ну и хочется еще раз напомнить Что весна-то не за горами А там Восьмое марта Да, чтобы вдруг мужчины не забыли Какой праздник ждет нас Буквально в начале марта И если вы считаете, что знаете Самую прекрасную Самую замечательную женщину в мире Скорее пишите нам Чем же она так хороша И получите подарок от Хорошего утра Потому что совсем недавно Мы запустили акцию Хороший подарок для хорошей женщины Что же получит эта ваша богиня Итак, она отправится в лучший санаторий Черноморского побережья Который называется Полтава-Крым И что же ее там ждет? Это потрясающе Лучшие специалисты Лучшее оборудование Грязи какие-то лечебные Невероятные Бесконечные спа-процедуры Бесконечные Ну мечта же просто о не отдых Более того, там очень красиво Зайдите на сайт Просто посмотрите Глаз не оторвать Красота То есть вы понимаете, да? Совершенно бесплатно Эта женщина отправится Поправит здоровье Отдохнет в невероятном месте Скорее пишите Контакты все Вы можете увидеть на нашем экране Спешите Потому что заявок уже Ну достаточное количество Да что там? Много? Очень-очень-очень много Друзья, ну а мы продолжаем Постоянно говорим о наступающей весне А там где весна Там тепло Солнышко, птички И все прочее Ну что-то в последнее время Не видать этого тепла А во всем виноват Кто? Паша Моисеенко виноват Вот мы сейчас его призовем к ответу Паша Павел Пойдемте-ка на диван Давайте Будем очень сильно надеяться Что Что ты не накаркаешь нам плохую погоду Да, это тебе Значит смотрите Девчонки Мы очень надеемся С синоптиками И метеорологами Со всеми людьми Которые что-то знают О том, что будет Что 8 марта Все будет хорошо с погодой Но обычно Нет Обычно Ну по крайней мере лучше Чем на этих выходных На Кубани Хорошо Ага Вот Ты все испортил Только Паш Хорошее настроение превратилось Настроение-то хорошее Оно не должно зависеть от погоды Просто домом надо праздновать В тепле Слушай, ну сегодня хотя бы Сегодня у нас еще пока все нормально Сегодня еще тепло В преддверии праздника И в пятницу довольно тепло будет Давайте я вам сейчас поподробнее расскажу Давайте, давайте Вам и нашим телезрителям Которые думают Как же все-таки отмечать этот праздник На выходных На природе Шашлыки Или все-таки дома Рассказываю Атмосферный фронт Который проходил через территорию Нашего с вами региона Постепенно ослабевает И все-таки теряет Свое влияние на наш регион Что это значит Будет сегодня четверг Осадков меньше Где-то они все-таки пройдут Ну такие слабенькие Но все же осадков будет меньше И у нас практически на всей территории края Ждается переменная облачность Облачно с прояснениями И так далее И будет опять же довольно тепло На градус 2 выше чем вчера Давайте посмотрим Как температуры у нас распределились по краю Вот смотрите Все равно Ну по северу естественно у нас попрохладнее Ейск, Каневская до плюс 2 Приморская Актарс 4 На востоке теплее Тихорец, Кропоткин плюс 5 А вот Армавир, Лобинск Здесь вообще до плюс 10 может прогреться В Майкопе около 9 Абширонск плюс 6-8 На западе Темрюк Здесь у нас Крымск 6-8 тепла На побережье Анапа около 8 Новороссийск Новороссийск Геленджик плюс 9 А вот Туапсе Плюс 15 Вот здесь можно отмечать Все едем в Туапсе Знаете вот облачко Вот солнышко И Сочи около 14 в центре Горячий ключ тоже примерно Как и Краснодар В районе там 6-7 градусов Давайте посмотрим поподробнее В краевой столице Какая погода ожидает Жители Кубани Утром до 4 Днем до 7 Должно прогреться Вечером плюс 3-5 И опять же Осадков у нас не ожидаются Маловероятно Ветер слабый до умеренного Северо-восточный И давление в норме Это что касается четверга Да? Что касается четверга Ну я вкратце Давайте я вам расскажу Что все-таки Да уж давайте Что там В пятницу будет больше осадков В субботу и воскресенье К нам идет холод с севера Из Москвы Через Так сказать Восточную Европу Море И придет к нам Температура у нас Красиво зато Ну конец зимы Правильно? Заканчивается Самое холодное По идее время года И перед наступлением весны В принципе Можно пережить дожди Ничего в этом страшного Или снег Кстати Паш Твой любимый вид спорта Зимний какой? Зимний? Да любой Нет На зиме какой-нибудь На прямой? На прямой Скелетон Скелетон А бабслей? Мы думали бабслей Бабслей Это в топе Он не только среди земли Друзья Пока олимпийцы наши В Корее завоевывают медали Их поклонники в интернете Устроили настоящее состязание Которое выходит в социальных сетях Под хэштегом Селфи Олимпик Олимпийское селфи Суть его очень простая Нужно сделать максимально нелепое Странное фото Причем есть даже правило Это состязание Берет свое начало В 2014 году Еще с Олимпиады В Сочи По правилам Фотографироваться можно Только в ванной комнате Чем абсурднее будет фотография Тем круче ты получаешься Вот такие вот Олимпийские Поддерживающие фотографии Кто-то даже коня приводит Да Ну конечно Наше хорошее утро Тоже не могло не принять участие Хочется все-таки Быть Причастным К олимпийским К олимпийским нашим победам Вот наш Женя Шитухин Посмотрите Тоже в ванной комнате Хотела сказать С противогазами Постоянно Называю это Противогаз С нашим портретом С букетом цветов Сфотографировался Мне кажется Ну достоин он Хотя бы Какого-то призового места Кстати Ищите это фото По хэштегу По моему он не для конкурса его сделал Это просто он Друзья На самом деле Родные люди Очень часто Готовы На не только Просто фото сделать Какое-то нереальное Но и На действительно Крутые поступки Вот так Буквально Недавно В середине февраля Семья из Швейцарии Приехала на велосипедах В Корею Но Фишка в том Что ехали они Целый год 17 тысяч километров Было преодолено Мамой и папой Они очень хотели Приехать Посмотреть на сына В смысле Подожди Еще раз Давай еще раз То есть они ехали На велосипеде Я знала Что тебе понравится В Швейцарии Или из другой Коре Выехали из Швейцарии В прошлом феврале 17 года Целый год ехали Проехали 20 стран На велосипедах Внимание Через Россию ехали Нет У них не получилось Получить визу В Китай В следующем году Они планируют Тоже прокатиться На велосипедах Через Россию И Китай Приедут к нам Возможно в хорошее утро Мы очень надеемся Но сейчас Они находятся В Корее Поддерживают своего сына Он Лыжник Фристайлер Зовут его Миша Гассер Он их там встретил И кстати выступил Довольно неплохо Медаль не заработал Но тем не менее При поддержке Мамы с папой Парень Был просто взбодрен Этим событием Это большое счастье Когда тебя так любят Это просто Ну как так Либо все деньги ушли На то чтобы они отправить сына Смогли на олимпиаду И пришлось на его Но это на самом деле Подвиг Вот вы представьте Это крутить педали Я например Больше 10 минут В спортзале Ты больше на багажнике Либо на раме Ездишь Я лучше больше на машине Понимаешь Либо на самолете Самый вот идеальный Друзья На самом деле Все очень просто Ради своего ребенка Родители частенько Готовы на самые Безумные поступки Мне кажется Просто ключи у него остались И поехали Закрыть квартиры Что ж ты за человек Ты такой вечно все Вот возьмешь И Вот Кстати А у нас В шустром утре Тоже есть дети Ради которых родители Готовы на все Терпеть их бесконечные репетиции Шить им костюмы Учить тексты Вместе с ними А мы потом Наслаждаемся тем Что они нам представляют Шустрики В хорошем утре Всем привет Дорогие телезрители И мы начинаем Наше Шустрое утро И начинаем мы его Вместе с позитивными Моими соведущими Дашей и Деймиром Привет ребята Привет Давайте по пятерочке Опа Итак Сегодня я хочу с вами Поговорить О еде Вы знаете Какой прием пищи Должен быть Самый плотный Завтрак Завтрак А ты Даш Как думаешь Я думаю обед Обед Да Даш Обед это конечно хорошо Но правильный ответ Завтрак Потому что Именно за завтраком Вы получаете Энергию На 4 часа Представляете Именно от этой энергии Да Зависит ваше Настроение На весь следующий день Вот так Расскажите А как вы думаете Чем завтракают Взрослые Да говори Они не завтракают Они пьют кофе О как И вообще ничего не едят Да Тогда что ты как думаешь Мне кажется Чаще всего Люди едят Яичницу Или овсянку Я вот люблю Сосиски на завтрак Есть Потому что Они мне дают Очень-очень много энергии А сегодня Мы также будем Играть с вами В интересную игру Только сразу После интересных Фактов От Шустрика Всем привет У нас здесь Нарисованы Полезности Должны содержаться Я выбрала фрукты Потому что они полезны На завтрак Апельсин Банан Яблоко Да И Еще я выбрала Овощной салат Так как он тоже полезен Попить Чай Можно какао Чай Какао Блинчики И каша манная Манная Каша манная Полезная вообще Да Любите кашу манную Да А я вот не люблю И сырники у тебя Да Сырники И бутерброд с маслом В принципе да Согласен Деймир Что все полезное Да И я тоже согласен Молодец Даша Теперь давай посмотрим Что же выбрал Деймир У него там Есть один Очень-очень-один Вкусный продукт Деймир Рассказывай Я выбрала Бутерброды С маслом Так Вот они Как на презентации Яблоко Яблоко Чай Чай Каша манная Выбрал сырники Сырники Овощной салат Вот сейчас уже рука пойдет Печенье Печенье Кстати Даша печенье не выбрала Чебурек Чебурек Вот он Почему чебурек Деймир Расскажи всем Потому что Во-первых В нем есть Мясо Нет? Нет В нем есть Есть сыр Также В него можно добавлять Также В сыре Как мы знаем Есть витамины Так Получается Ты выбрал чебурек С сыром Да А Так что ж Сразу ты не сказал Даша Принимаем ответ Деймира Да Все полезные продукты Ну Да Почти Да Почти Чебурек Заставляет задуматься Ну ладно Ребят На самом деле Да Все полезные Так что Вы Огромные умнички А прямо сейчас Будем смотреть Рубрику Которая называется Я ведущий Расскажи мне Секрет Как можно Понравиться Мальчикам Что нужно делать Не знаю Ну Красиво одеваться Ухаживать за собой Причесываться Ну Быть опрятным Быть опрятной Не ходить лохудрой Надо Выиграть первое место На чемпионате мира Собрать свою фангруппу И Выбирать оттуда И быть красивой Умной И Получать хорошие оценки То есть у тебя Будущий твой муж Или парень Будет обязательно Из твоей фангруппы Да Надо Стать блогером Блогером? Да Мальчики любят блогеров? Да А у тебя есть свой блог? Нет Нет Ты еще не блогер? Нет А хочешь блог себе? Да Так значит Мальчики влюбляются в блогеров? Ну Не все Но Половина всех мальчиков Да Расскажи Как можно понравиться мальчикам? Ну Во-первых Надо быть Всегда Опрятной Соблюдать Всегда Правила Личной Гигиены Всегда Одеваться Красиво В меру Если Если И Если Красишься То Не так Что У тебя Прямо Все Лицо В красках Чтобы было в меру Дорогие телезрители Не забывайте Заходить в нашу группу Вконтакте Которая называется Шустрое утро И так же не забывайте О пользе завтраков И о том Как они важны И пусть ваши завтраки Будут самыми вкусными А этот день Будет самый радостный В вашей жизни Сегодня Специально для вас Были Деймир, Даша И Денис А все вместе Шустрое утро До встречи Ребята Пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...